Всем привет! Сегодня, наверное, мы опять поговорим о мошенниках. О том, как крадут наши пароли, выводят каналы на YouTube, ну и тому подобное. В общем, написали мне сегодня письмо, как обычно, с предложений о рекламе. Я вот это письмо скопировал в текстовый файлик и перенес на новенький чистенький ноутбук, ну как на мой ноутбук, с чистой установленной системой. Тут нету никаких моих паролей, я нигде не авторизовывался. В общем, она чистая, девственная, поэтому отсюда что-либо украсть, ну, просто-напросто не получится. Итак, смотрим вот этот текст. Дали они мне вот такую интересную ссылочку, хитрую, которая заканчивается на MD. Кстати, это тоже должно вас сразу насторожить. Копируем ее. Давайте откроем браузер. Я, в принципе, этот файлик уже скачал, но все равно. Так, ставим в командную строку и перейдем по этой ссылке. Еще раз напоминаю, на вашем личном персональном компьютере, ноутбуке и телефоне не советую это делать. Итак, мы попадаем вот сюда, на гитхаб. Это еще раз должно вас насторожить, потому что, как вы видели из текста, то компания по производству софтвары и вдруг кидает нас на какой-то гитхаб, а не на свой личный сайт. Ну, то есть, это уже говорит о том, что на 99% это у нас мошенники. Итак, все это мы читаем. Красивенько, красивенько, красивенько. Ну, а тут предлагает нам скачать вот этот файлик. Давайте его скачаем. Я, правда, его уже скачал. Вот. Но открывать файл мы не будем. Давайте посмотрим его в папочке. Вот он у нас. У меня установлен доктор веб. Давайте проверим его. Давайте проверим этот файл доктором вебом. Показать. Проверить доктором вебом. Доктор веб показывает, что типа все нормально с этим файлом. Пока он вирусов здесь не видит. Далее. Пойдем на сайт доктора веба. У них есть проверить файл онлайн. Ну, мало ли вдруг. Мой доктор веб, свеже установленный, просто не видит. Выберем. Открыть. И нажимаем проверить. Тут мы видим ошибку. То есть он действительно не может проверить этот файл. О чем это говорит, что... Ну, он просто его не может проверить. И дело в том, что... Закрыть это окно. Этот файл запароленный. Но о том, что этот файл запароленный, они сразу не говорят. Они в следующем письме мне прислали пароль на этот архив. И давайте с вами сейчас попробуем этот файл разархивировать. Посмотреть, что у нас там такое. Так, давай разархивируем вот в такую папочку. Вот они предлагают нам ввести пароль. Вводим пароль, который мне прислали в следующем письме. Промо. Проверяем. Пароль нормальный. Хорошо. Ок. Все. Вот мы видим папочку. Во-первых, еще что должно насторожить. Размер. 681 килобайт. Какая программа, особенно графический редактор, может иметь вот такой маленький размер? Да никакая. Такой размер могут иметь вирусы, но никак не мощная программа по обработке нашей фотографии. И вот мы видим уже приложение с вами. Видите, размер всего. 31. Так. Давайте проверим теперь этот файлик. Дополнительные параметры. Проверить доктором Войлым. А угроз не обнаружено. Давайте проверим онлайн. Выберем наш файлик. Вот нашу папочку. Вот мы выбираем файл. Открыть. Проверить. Тоже что-то у нас не получается его проверить. Почему-то. Почему непонятно. Ну, то есть, скорее всего, это какой-то загрузчик, который у нас, по идее, должен загрузить вирус. Если я думаю правильно, то при попытке открыть этот файл у нас ничего с вами не получится. Давайте попробуем его открыть. И ничего. А вот, 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 вот. Доктор Веб нам сразу же, сразу же написал. Видите? Запрещено изменение запущенного приложения. Потому что этот файлик у нас чего-то там хочет изменить. И, опс, удалился. Ну, скорее всего, это доктор Веб его и удалил. То есть, что мы с вами видим? Нам действительно прислали вирус. Так, попытка выполнить подозрительного кода. Ну, так и есть. То есть, эта программка загружает код вредоносный, который должен вытянуть у нас какие-то пароли, какие-то данные и отправить тем людям, которые нам это дело прислали. Видите? Вот, троянчик у нас. Троянчик. Давайте посмотрим, что это такое. Напишем, как оно у нас называется. И мы видим, что доктор Веб прекрасно знает этот троян. Ну, а почему сразу в этом файле не обнаружил? Потому что в этом файле нету этого трояна. Тут загрузчик этого трояна. То есть, небольшая программка, которая загружает к нам на компьютер этот троян. Ну, в принципе, название этого трояна вы видите. В общем-то, сами с помощью Гугла или Яндекса можете найти. Вот, новый троян заражает компьютеры только с российской. Только для россиян. О! Так это только для нас специально его запустили. С российской Windows. Компьютеры с российских пользователей. А, не, ну это не наш троян. А я уж так обрадовался. Ну, в общем, ладно. Если вы найдете информацию по этому трояну, конкретно, что он делает, ну, напишите в комментариях. Буду вам признателен. А я сейчас попробую написать им письмо и спросить, что именно они хотели у меня украсть. Можно? Ответят. Но я сомневаюсь. Ну, в принципе, на этом все. Ребят, я с вами прощаюсь. Будьте бдительны. Будьте аккуратны. Обязательно ставьте везде двухэтапную аутентификацию. Особенно на YouTube, в Google. Ну, вообще везде, везде, где это только возможно. И если вы ведете свои каналы где-то, являетесь блогером, вам предлагают рекламу, проверяйте это все на чистых компьютерах, где нету никаких ваших паролей, где вы никогда нигде не авторизовались. В общем, берегите себя, берегите свои данные. Ну и всем до свидания. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok